МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Все объекты международной специализированной выставки будут использоваться в полном объеме. 10 сентября в Астане прошла торжественная церемония закрытия выставки. В новом казахском алфавите не будет диакритических знаков. Об этом было сказано в ходе слушаний в мажорисе парламента. Заместителя начальника местной полицейской службы задержали прямо возле отдела внутренних дел города Сатпаев. Полицейского подозревают во взяточничестве. Торжественная церемония закрытия международной специализированной выставки Экспо состоялась в Астане 10 сентября. Выставка проходила с 10 июня по 10 сентября. В ней приняли участие 115 стран и 22 международные организации. Передовые зеленые технологии и лучшие научные разработки в сфере энергии и будущего продемонстрировали участники международной специализированной выставки Экспо-2017. В ней приняли участие 115 стран и 22 международные организации. Каждое государство представило свой павильон, где раскрыло тему выставки, показав лучшие мировые технологии энергосбережения, новые разработки по использованию существующих альтернативных энергоисточников. За три месяца в выставке побывали более 3,5 миллиона человек. На торжественной церемонии закрытия президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что проведение выставки оказало положительный мультипликативный эффект на развитие столицы и экономики страны в целом. Более 1400 предприятий малого и среднего бизнеса получили заказы на поставку товаров, услуг на сумму 640 миллиардов тенге. Тысячи, десятки тысяч людей получили работу, достойную зарплату. Заметное оживление получил туристический сектор Казахстана. Спрос на услуги туроператора повысился почти в два раза. Количество субъектов предпринимательства в Астане увеличилось более чем на 10%. Налоги, бюджет столицы от сферы услуг возросли 1,2 раза. Столица Казахстана оказалась в эпицентре глобального внимания, пристального внимания интереса всего мира. Также было отмечено, что все объекты выставки будут использованы и после ее окончания. На территории Экспо планируют размещение Международного финансового центра «Астана» – парка IT-стартапов. В павильоне в Нур-Алем организуют музей будущего и сфера продолжат работу как туристический объект. Кроме того, на территории Экспо планируют создать Международный центр по развитию зеленых технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В новом казахском алфавите не будет диакритических знаков. Об этом на парламентских слушаниях сообщил директор Республиканского координационно-методического центра развития языков Ерболт Лешев. Предложенный учеными алфавит состоит из 25 букв. Для полноценного обеспечения звуковой системы казахского языка в алфавит было включено 8 диграфов. Сочетание двух букв, произносимых как один звук, обозначающих 8 специфических звуков. От введения диакритических знаков решено отказаться, поскольку из-за их редкого использования можно потерять специфические звуки казахского языка. Однако не все казахстанские ученые согласны с предложенной графикой. Последний из предложенных в парламенте алфавит, по моему мнению, не очень удобен, потому что один звук пишется двумя буквами. Я считаю, что это неудобно и некрасиво. Конечно, это удобно для компьютерной клавиатуры. Наверное, поэтому и решили предложить именно этот алфавит. А вообще я за то, чтобы казахскую письменность перевести на латинскую графику. Это дает много преимуществ для казахского языка. Но нельзя торопиться. Нужно тщательно все отработать. Заместителя начальника местной полицейской службы задержали прямо возле отдела внутренних дел города Садпаев. Сейчас в отношении подозреваемого во взяточничестве проводятся досудебные расследования. Видео задержания полицейского появилось в Инстаграм 8 сентября. На кадрах запечатлены мужчины в форме сотрудников полиции. На руках одного из них надеты наручники. При этом задержанный полицейский пытается освободить руки и просит мужчин в гражданском позволить ему сделать один звонок. Позже стало известно, что подозреваемый оказался заместителем начальника местной полицейской службы ОВД города Садпаев. Он подозревается в получении взятки и освобождении от ответственности за совершенные административные правонарушения. В настоящее время в отношении задержанного проводится досудебное расследование. Продолжаем выпуск. Более 7 тысяч карагандинских школьников будут обучаться в комфортных условиях с улучшенным отоплением, освещением и водоснабжением. Пять школ Караганды стали участниками совместного проекта Всемирного банка и Министерства по инвестициям и развитию по эффективному энергосбережению. В школе-лицее номер 101 состоялась официальная презентация этого проекта. На сегодняшний день в рамках программы повышения энергоэффективности в пяти карагандинских школах произведен ремонт кровли, установлены терморегулируемые отопительные системы, произведена замена окон, дверей, утеплены швы фасада зданий, заменены краны на сенсорные смесители. Все это позволит более эффективно расходовать энергию, заявляют участники программы. «Всемирный банк очень серьезно относится к этому вопросу по энергоэффективности и энергосбережению. Это грант швейцарское правительство, оно идет через Всемирный банк, финансируется Всемирным банком. Это грантовые деньги, поэтому безвозвратные. Так что все, что это сделано, это, будем говорить, подарок швейцарскому правительству, республика лесная». Проект нацелен на сокращение использования энергии в государственных и социальных учреждениях, таких как школы, детские сады, больницы, а также уличного освещения. Результаты от внедрения энергосберегающих технологий школьники и учителя могут оценить уже сегодня. В классах стало намного светлее, а первое осеннее похолодание никак не сказалось на температуре внутри здания. Кроме того, педагоги отмечают, что идеями энергоэффективности прониклись и в подрядной организации, которая занималась установкой нового оборудования. «Провела работы достойно, стопроцентно на все наши замечания, и они реагировали очень корректно и делегатно. Все было сделано вовремя. Хочется поблагодарить именно руководителей, которые принимали участие непосредственно во всем этом перемещении, во всех этих ремонтах». За последние несколько лет в Казахстане отмечается значительный прогресс в создании институциональной платформы энергоэффективности через создание государственного энергетического реестра и совершенствование законодательства. Дальнейшие планы включают внедрение мер по повышению энергоэффективности в крупных объектах энергопотребления, а также развитие рынка энергосервисных компаний. Андрей Тенжас, Улан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Довольно необычно театр имени Станиславского открыл новый сезон. С крыши здания в небо было запущено 87 разноцветных воздушных шаров, внутри которых находились самые искренние и теплые пожелания актеров своим зрителям. Новый сезон актеры открыли увлекательным представлением на площади перед театром и постановкой «Ревизор» на сцене. Театр вновь вас всех встречает! И новый 87-й сезон открывает! Церемония открытия нового 87-го сезона началась с веселого перформанса со скоморохами. Целый мир в свете рампы. Как в стародавние времена актеры вышли на улицу и представили народу персонажей своих спектаклей. Любители театрального искусства, как всегда, ждут премьеры и знакомства с новыми режиссерами. Журналисты и руководители театра на перес-конференции посмеялись над тем, что в конце 86-го сезона азербайджанским режиссером Микаилом Микаиловым был подготовлен спектакль американского драматурга Саймона «Дураки». А в новом 87-м сезоне главный режиссер театра Александра Большакова будет ставить спектакль по пьесе Лопе де Вега «Дурочка» – классическая комедия «Плаща и шпаги». Во время проведения Дней культуры Кырганейской области серьезный экзамен наш театр выдержал на Экспо 2017 в Астане. Среди множества фестивалей и концертов надо было показать свою продукцию и не ударить в грязь лицо. Карагандинскому театру имени Станиславского удалось удивить зрителей. И как приятно было нашему театру, что два дня, 4 и 5 сентября, в Русском театре имени Горького были полные залы. Люди не отпускали артистов, потому что кто что выкрикивал, ждали после спектакля в фойе, чтобы поблагодарить руководство театра, актеров. Столичные зрители просили, чтобы театр почаще привозил свои спектакли в Астану. Это дало своеобразный толчок в повышение профессионального мастерства как актеров, так и режиссеров. А молодые руководители театра не сомневаются, что они сделают все возможное, чтобы дать актерам в полную силу показать свой талант. Для этого был приглашен интересный азербайджанский режиссер Микаил Микаилов. Он уже показывал свои работы карганинцам в Казахском театре имени Ауэзова. Я работал с коллективом, я видел, какие артисты, труппа действительно очень гибкая, пластичная. И, конечно, все эти условия, конечно, создал сам Дунай, потому что труппа сама по себе была очень готова к современным и пластическим каким-то новациям, и каким-то таким режиссерским каким-то замыслам. Пять премьер ждет в новом сезоне зрителей, но театр не может ввариться в собственном соку. Мы планируем гастроли. Начнем, конечно, с южной столицы, в Алмате, с 20 по 26 сентября. Потом поедем чуть-чуть в север, это Петропавловск. Потом дальше поедем на международный фестиваль Мишкарало, это Марьель, да? Потом и для того, чтобы зрители еще больше любили наш театр, еще более они стали интеллигентными, культурными и открытыми людьми, мы им показываем разного жанра спектаклей. Прежде чем пригласить зрителей на премьеру нового театрального сезона, были выпущены 87 шаров с пожеланиями для театралов. Затем карагандийцы были приглашены в зал на просмотр спектакля по неувядаемой комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Вот такой своеобразный вклад внес театр в борьбу с коррупцией. Желаем всем театралам ярких встреч с новыми спектаклями, с новыми открытиями. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Все начинается с семьи. Эту аксиому подтвердили 12 спортивных семейных команд со всего карагандинского региона, которые приняли участие в Спартакеаде, посвященной Дню казахстанской семьи. В прошедшее воскресенье Карагандинский центральный парк культуры и отдыха был заполнен мамами, папами, дедушками и детьми самых разных возрастов. Отмечался День казахстанской семьи. Идея учреждения этого праздника была озвучена в 2009 году. В 2013 году президент страны Нурсултан Назарбаев подписал указ, согласно которому был учрежден новый праздник День семьи и определена дата его проведения – каждое второе воскресенье сентября. Основной целью учреждения и ежегодного проведения праздника стала реализация национальной государственной задачи по сохранению культурных ценностей, традиций, духовности, воспитанию подрастающего поколения, преодолению демографических проблем, а также проблем социального характера через институт семьи. Сегодня приехали семьи из различных регионов, городов, районов нашей области, которые примут сегодня участие в спортивной спартакеаде. Будут определены победители. Первое место – семья получит 150 тысяч приз, второе место – 70 тысяч, и третье место мы решили поделить на две семьи с призом в 50 тысяч. Всех посетителей парка привлекла веселая физкультура. Боленщиков было хоть отбавляй. Баскетбольно-футбольные старты, бег с обручем и дартс вызвали немало эмоций и у зрителей, и у жюри. Сложно было выделить победителей конкурсных стартов. Отставать никому не хотелось. Семейные команды состояли из трех человек – мама, папа и дети. У старших возраст не более 30 лет, а младшие могли участвовать до 14 лет. Не у всех все получалось, но взаимная выручка помогала в преодолении препятствий. Семья Горх – Сергей, Людмила и дочь Маргарита – попали на спартакеаду через ресурсный молодежный центр города Царани. У меня была сложность с обручем, потому что я в него не поместился, но обратно будет. Дети и их родители не просто бегали, прыгали, прыгали. В этих соревнованиях по-настоящему проявился и окреп семейный дух. Команды поражали ловкостью, слаженностью и взаимной выручкой. Кроме хорошего настроения, победители и участники конкурса получили от организаторов ценные призы и дипломы. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Реабилитационно-санаторный центр «Лайф-Инн» открылся в Караганде. Это первый центр в шахтерской столице, объединяющий санаторные услуги и реабилитационные программы. Главные преимущества центра – самое современное оборудование, ориентированность на клиента и профессиональный подход к делу. Аппарат «Локостейшн» – эта установка используется для восстановления нарушенных или ограниченных возможностей ходьбы вследствие заболевания или травмы. Он предназначен для двигательной терапии на тредмилле с поддержкой веса тела больного. Восстановление возможности ходить имеет наибольший приоритет у пациентов, перенесших инсульт, травматическое повреждение головного и спинного мозга. Регулярные и последовательные тренировки на «Локостейшн» дают высокие шансы на восстановление возможности ходить. И это не единственное уникальное оборудование, установленное в новом реабилитационно-санаторном центре «Лайф-Инн». На церемонии торжественного открытия отмечено, что была произведена большая предварительная работа. Изучалась потребность карагандинцев. Уже в самое ближайшее время в центре намерены добиться результата. Но самое главное, этот результат увидят наши жители, потому что жители с такими диагнозами, как ДЦП, жители с перенесенным инсультом, парализованные, жители с парезом, конечно, они нуждаются в постоянной реабилитации. А у нас установлено уникальное оборудование, которое имеется единственное в Казахстане. Оно помогает реабилитировать, независимо, парализован человек или нет, оно его ставит вертикально и вертикально заставляет его ходить. Поэтому идут очень хорошие результаты, на которые мы тоже надеемся. С уникальным оборудованием работают квалифицированные сотрудники, прошедшие обучение у зарубежных специалистов. Курс лечения минимальный 10 дней. Причем можно брать курс лечения, который будет состоять из нескольких процедур, видов процедур, а можно брать курс лечения одним видом процедуры. Но меньше 10 дней мы курсы не будем делать, потому что нам нужна эффективность. Эффективность меньше 10 дней не будет. Еще одна уникальная зона – зона психологов и логопедов. Это своеобразная галерея, где установлена масса аппаратов для реабилитации. В центре заявляют, что психологическая составляющая не менее важна для успешного восстановления. А помогать пациентам будут высококлассные специалисты. Среди них – выпускница московского вуза. Многие новаторские идеи, многие новые техники она привезла в Караганду. Поэтому очень большой акцент на психологическую службу, так как направленность нашего реабилитационного центра как раз требует очень большой психологической помощи. Поэтому мы ждем всех наших гостей, где им будет оказана профессиональная психологическая помощь. Также в «Лайф-Инн» можно записаться на прием к высококлассным специалистам на все виды массажа – лечебную физкультуру, физиотерапию, процедуры в спа-капсулах, криосаунах, кедровых бочках и соляной шахте. Во время церемонии торжественного открытия реабилитационно-санаторного центра был проведен розыгрыш призов. Главным призом стала путевка. На сегодня услуги центра платные, но уже со следующего года карагандинцы смогут получить здесь лечение совершенно бесплатно в рамках государственного заказа. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. В новом сезоне регулярного чемпионата по хоккею карагандинский клуб «Сарарка» стартовал с победы. В первой игре наши хоккеисты обыграли Курганское за Урали со счетом 1-0. А буквально за два дня до игры состоялась официальная презентация команды. 8 сентября во Дворце спорта имени Нуркена Абдирова состоялась презентация хоккейной команды «Сарарка». В ходе встречи болельщикам был представлен состав карагандинской дружины на новый сезон высшей хоккейной лиги. Директор клуба Арган Нигматуллин каждому хоккеисту вручил игровую майку. И хочу сказать, вот я каждому, не для кого не секрет, каждому из ребят пожаловал, чтобы этот сезон был удачный, без травм, чтобы они засветали ярко на нашей родной карагандинской земле. А мы хотим пожелать только здоровья, удачи и поддержки всегда и вовсюду. С нового сезона наставником клуба стал Александр Соколов. Он отметил, что тренировать карагандинскую команду – это большая честь. Также он поделился планами на сезон. Мы прекрасно осознаем, что хоккей для того, чтобы люди, конечно, не пришли к этой фронте, среди положительных возраста, включили удовольствие. Поэтому со своей рады вам заверить вас во втором поле, в ситуациях, за сезон, за сезон, за сезон. О своем намерении стать лидером команда заявила уже на первой игре. 10 сентября карагандинские хоккеисты принимали своего первого соперника – Курганский клуб за Уралье. Встречу команды начали без раскачки, побежав атаковать с первой смены. Лучше это получалось у карагандинцев. На второй минуте Сараарка заработал численное преимущество, а затем быстро его реализовал. Даниил Ердаков и Артур Сарваров растащили курганскую оборону и завели шайбу на дальнюю штангу, где ее караулил никем не закрытый Олег Ломако. Он четко и без лишних движений переправил снаряд в сетку. 1-0. Оставшееся время курганцы предпринимали немало усилий, однако ворота Георгия Гелашвили остались нетронутыми. Итог – победа со счетом 1-0. Следующий матч карагандинцы проведут 12 сентября. На своем поле Сараарка будет принимать Тюменский рубин. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. А вот футбольный клуб «Шахтер» в очередном матче чемпионата уступил футбольному клубу «Октюбе». На выезде карагандинские футболисты проиграли со счетом 2-0. Со стартового свистка актюбинские футболисты ринулись в атаку, но первыми распечатали ворота карагандинцы. Однако взятия ворот засчитано не было. Судьи зафиксировали офсайт. На перерыв команды ушли при нулях на табло. Через пару минут после старта второй половины отличный шанс вывести карагандинскую дружину вперед предоставился Милану Стояновичу, который пробил головой после подачи с правого фланга. Но голкипер «Октюбе» в прыжке снял угрозу со своих ворот. После хозяева заметно прибавили и начали играть увереннее, что в итоге привело к забитому мячу. 1-0. На 81-й минуте хозяевам снова удалось забить. Руслан Валиулин головой вывел на ударную позицию актюбинского легионера и тот с близкого расстояния расстрелял ворота горняков. Финальный свисток зафиксировал победу «Октюбе» 2-0. Комментируя игру, наставник горняков Саулюс Шермялис заявил, что соперник выиграл, значит, был сильнее. 17 сентября на своем поле «Шахтер» примет футбольный клуб «Окжет-Пес» из Кокшетау. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Компания «Караганды-Су» распространила информацию о временном отключении питьевой воды в Пришахтинске. 12 сентября будут производиться ремонтно-восстановительные работы на водопроводных сетях. По завершению работ вода будет подаваться с повышенным содержанием хлора. 13 сентября не рекомендуется использовать воду для питьевых нужд и приготовления пищи. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Савволмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова